всем род фронт эфире ваш любимый проект минута славы сегодня эпохальный выпуск потому что впервые собираются все три отца основателя в одном кадре идите сюда чего тут были нарезвитесь за кадром сегодняшний 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 сегодняшние члены жюри это хозяин а извини уже нет это легенда это актерище легендище это человек который всегда за любой движ в том числе и минута славды илья лагодин ты не сказал илья лагодинович извини человек с которым мы придумывали минуту славы человек который знает вообще все любой сфере это кирилл сухоруков и представьте меня давай меня кто из вас это даниэль это даниэль а сказать итак с нами один из ноунеймов которые которые были у истоков этого проекта тогда можно а человек который выступал под прозвищем неважно человек на сам который творит часто находит человек который творит судьбы человек который решает поколение даниэль пожалуйста да и ты забыл мои отчества надо было я просто чувствую сколько же сегодня будет неудачных дублей наверное 80 процентов выпуска придется вырезать при монтаже но это не главное главное что мы как миссисуарес и неймар как карера глушаков и ещенко как или радикам панзу джеймс ши и натан джонс собрали как маргарита с томатным соусом и сыром об этом об этом и об этом мы чуть позже сейчас я скажу правило и мы расскажем про нашу шедевраль ладно хватит этого пафоса идиотского мы нормальные обычные люди куда итак сегодня стартует 2 групповой этап и сегодня у нас верхняя сетка в этой верхней сетке увидите две группы по трое участников это те люди которые заняли первое второе третье место в отборочном первом каком этапе правило такие мы посмотрите две группы обсудим их и поставим им оценки в каждой группе будет своя свои оценки на лучше в каждой группе получит 1 3 балла ну в общем каждый поставит 3 2 1 балла каждому да потом то же самое возможно сделать спецгостя может быть и нет вот и первые два места из каждой группы уходит напрямую в четверть финал а третье места групп сразятся в стыковом матче мы решим кто вылетит нижнюю сетку а проигравший стыка вылетит ну и перед тем как начать основную часть выпуска расскажи кирилл как автор идеи этого шедевра что ж сегодня как и на любом выпуске должно быть немножечко метафоричности и еды и мы решили это все смешать и получилась одна из лучших пиц за долгое время это маргарита без всего без всего и я надеюсь наш выпуск будет не настолько пустым как это маргарита на самом деле она только без сыра но считайте что это пицца без тут только томатный соус и тесто нормально и мы попробуем прям на камеру это мечта ну начнем начнем а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я могу сказать, что это было вполне неплохо для первого проекта, к примеру, мне так кажется, и надеюсь, что в будущем буду создавать что-то еще более интересное. А пока, на этом все, вы были на канале HolyKir, с вами Кирилл, и всем пока! Продолжение следует... Они, мне кажется, должны стоять выше, чем Даня. Дань, у тебя, конечно, красиво, но, знаешь, все-таки у тебя более такая работа, более легкая в плане создания, хоть и тоже сложная. Ну, да. Илья. Более легкая, хоть и тоже сложная. Ставить нейронку в один ряд с таким рисунком, хоть и рисунок неплохой, но какой бы хороший не был рисунок, здесь трудоемкость, энергозатратность и самопроделанная работа, ее объем не сравнится. Так что я тоже поставлю Даню Фролова на последнее место, а остальное узнаем позже. Оценивать самого себя нельзя, но все же я считаю то, что я, как никто другой, знаю работу, которую я проделал, и могу сказать, что среди всех этих трех заявок моя работа должна стать на последнем месте. По элементарной причине, что я знаю просто сколько я на это время не потратил, и могу сказать, что просто многие люди не понимают настоящего объема проделанной работы, а он меньше. Что ж, могу сказать, что на втором месте я поставлю тортики. Подожди, я вместо там два не будем, оценки давай. Хорошо, ну, так что я ставлю в своей работе один балл. Два балла я поставлю тортикам, они неплохие, шикарно все. Но при этом все-таки арт мне запал прям в душу. Не знаю, почему остальные судьи так низко его оценили, но могу сказать, что это была великолепная работа, и, наверное, с первого же сообщения я сказал, что я перед собой вижу победителя минуты славы. Поэтому я ставлю оценку 3. Так, возьми меня, пожалуйста, в эту баллу. Кирилл возьми, Кирилл подай. Надо жрать, он тогда ко мне не подходит. Три балла я поставлю моему любимому Александру Коршенову, два балла Насте и один балл Даньке Фролову. Последнего места заслуживает Данил Фролов, один балл. На втором месте я поставлю заявку Кирилла, ой, Александра Коршенова, два балла. И на первое место божественные, наивкуснейшие, сам пробовал тортики, три балла. Продолжение следует... 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 Ну а на этом наш эфир завершен Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте Жмите на колокольчик, делитесь с друзьями До встречи, до следующей недели И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok